Возлюбленная Господи, Матери, Братья и Сестры, спасибо Господи за Ваши святые молитвы. Сегодня Святая Православная Церковь и Святая Праздник Праздник Память Седьми Озаков в Эйфесе, Максиме Анатолиха, Эксо-Кустодиона и прочих. И в жизни этих водников Божьих преданий Матери Церкви мы узнаем о том, что эти водники Божьи живы во времена гонителя христиан императора Декия во Второй веке от Рождества Христова. Этот император прибыл в Эйфес, подъявил всем гражданам города поднести демонстративно жертву языческим идолам. И вот эти вот три отрока, семь эйфесских отраков, старший Максимилиан был сыном эйфесского родомычайника, то есть мэра города. Остальные свершие юноши были из очень знатных семейств, из знатных родов, все имели воинские почести, были воинами. Это была самая почитаемая каста в те времена. воины. Все дворяне, все знатные юноши служили в армии, конечно. И вот эти, но и в те времена, как и сейчас, было много доносчиков, пропотников, которые подавляют жалобы и жалуются на других людей. И, конечно же, на связи с тем, которые донесли императору Декию, что эти семь юноши эйфесских являются христианами, вот их в первую очередь надо проверить. И когда этих юношей призвали к императору, император повелел им престижи, что вы христиане, но, наверное, того же не могут быть такие умные, образованные, знатные юноши, быть приверженцами того, Бога такого, который был распят вместе с рабами и с преступниками на кресте. Это вера плебейская, это вера незнатных людей, небогатых. Вот давайте проверим вот эти доносы, которые у нас есть. Но юноши сказали, нет, это вера незнатных людей, небогеев, это вера всех людей. Бог для всех распялся, всех любит равно. Беда просто богатых людей, что им сложнее к Христу прийти, потому что у них есть иные ценности в жизни. Куча денег, куча почереб, куча удовольствий, которые нужно купить деньгами, почести, лесть человеческая, их много всего такого, чем они услождаются, и поэтому ко Христу им прийти тяжелее. И вообще человеку тяжело прийти ко Христу, только в горести в основном приходит Богу, в страданиях и в скорбях. Мы приходим к Богу и остаемся с ним, пока мы в страданиях и в скорбях. Как только у нас личностаблое детствие, все, мы забываем огонь и начнем зажираться, обжираться и получать мирские грусти. Такое природочейское. Но это юноши не стали, наверное, все рассказывать, императору, исповедовали, что они веруют во Христа и сказали, что мы эту жертву не будем приносить, мы за Христа готовы умереть. Мы ученические, как угодно, попытка, мучение Христа не предадим, испорить юноши. И император знает, что это действительно настолько уважаемые дети семейства, это и мэр города, главный начальник и прочие сановники, и люди их уважают и почитают за житие. Он не стал их казнить, но дал время подумать. Вы подумайте, не спешите. Вы молодые, зачем вам вот это сейчас умирать, мученички? Вытяжитесь, молодец, веточек нарожаете. Ну, свечку садите, поставьте, веточку садите. Были христиане, которые покупали свидетельства о том, что они якобы принесли жертвы языческим идолам. Давали взятку органам судебным и прочим жрецам. Я христианин, я не буду приносить жертвы идолам, не могу, но не хочу я умирать за Христа, жить хочу, мне нравится, ну, чего я тоже не умираю за Христа, за какого-то, за своего Бога. Мне так хорошо живется, дети, семья. Вы мне бумажечку напишите, что я принес жертвы идолам, вот вам денежки. Я покажу туда властям и все. А жертву не принесу, как бы с Богом останусь и со своей сладкой жизнью. И на этих христиан мы не знаем, кто это такие, где их души, что с ними дальше произошло. Сумели ли они усидеть на двух стульях, мы точно знаем, что нет. Такого духовной жизни не бывает. Либо на стуле со Христом, либо на стуле с сатаной. И тем этим и удовольствием мира, и счастьем мира послужить и Богу не получится одновременно. Надо всегда выбирать. Либо ты жертвуешь с тобой, идешь на мучение, настроение, скорбь ранее Христа, либо ты от Христа получаешь необходимое. Дай то, дай это, дай это, а он развить тебя не будет. И в церкви ходить тоже не будет. И причащаться не будут. Зачем? Это ж надо проститься, молиться, труды. Зачем? Мне когда надо, я приду, свечку куплю за 5 рублей, за 10 максимум. Поставлю, попрошу, что нужно, получу. Вот, я против с Богом. Я христианин. Вот крестик, пожалуйста, висит. Ну, потому что я в церковь не хожу. Это папы, посмотрели, какие папы все плохие подряд. Все плохие, как один. И машины, зато машины не хорошие. А, они плохие. Поэтому я в церковь такой хорошей не хожу. Ну, не потому что я люблю там, в дыру там, злословить, осуждать, валяться, накрывать, воскресенье, обжираться колбасой в пост. Вообще, люблю себя, любимого. Ну, не поэтому я в церковь не хожу. Что, папы плохие, вот поэтому я не хожу. А, я-то хороший. Я бы пошел бы. Я даже святым бы стал, Серафим Мусаровским. Но папы плохие. Или времени нет. Времени, вот времени у меня нет в церковь. Времени. Я такой занятой, такой занятой. А чем ты занят? Да работаю ищу, работаю ищу. Понимаешь, вот уже ищу, много лет работаю. Поэтому в церковь некогда сходить. А еще что-то занят. Да дети, дети, вот у меня дети, не могу проходить. А вот те же уже дети выросли. А, дети выросли, да. Ну, внуки, внуки. Скоро появятся внуки, поэтому мне в церковь некогда. Это реальная история люди рассказывают. Но на полном, на голубом глазу, вот таким, горящим. Я хороший дед, но у меня скоро будут внуки, наверное. Правда, дочь еще замуж не вышла, но, наверное, скоро выйдет. Поэтому я жду, когда будут внуки, мне некогда, мне в церковь, мне дождать, пока мне появятся внуки. Ну, были рассказы. Вот такую подобную химию. И где внуши, ну, не будем вдаваться, хотя любое священие прекрасно знает, где их душа находится сейчас. И где душа находится, человек, который напевает на кладбище, который ждал детей, потом ждал внуков, потом ждал. И который приходит, говорит, надо петь христианку, батюшка. И батюшка говорит, а кто это такая? Ее как зовут, хотя бы скажите. Я первый раз же вижу эту христианку. Я даже не знаю, кто это. Это в маленьком селе, где полторы тысячи населения. Я ее никогда в жизни не видел. Вообще, не знаю, кто это. Это что, жизнь из наших села? Да? Христианка? Ух ты! Вот так. Ну, давайте тут поможем, все, пока едем. Хотя, ну что, священник верит, что оно покоится? Да, конечно, нет. Ну, что священник верит, в то, что в эти молитвы читают на подпевание? Исповедуют, что она покоила в этой молитве, потому что она не покаялась. Ни разу даже не было. Как она могла покаяться перед смертью и когда-нибудь? Священник верит, он читает ложную молитву. Он должен, я буду брать и сказать, я не буду читать эту молитву, потому что она не покаялась. Она не была в церкви никогда. И вот братья и сестры, простите, мое лирическое оступление, это моя скорбь очень большая, что люди вот так относятся к Богу, гибнут, идут в ад. Но эти юноши решили не гибнуть, не втевать, остаться живыми, остаться с Богом. И они сказали, мы не будем, мы подумаем, пойдем, там на горе Ахлом, такая гора около города Эфес, но подумать будем не о том, что как нам от Юлии, от Христа, откупить ложное седество, еще что-то. Мы подумаем, как нам подготовиться к нукам. И они пошли там, нашли пещеру в этой горе, в этой горе они затрылись, и младший юноша, Иоан Улих, он ходил в город периодически покупать им хлеба, чтобы они продержались до мученической казни. И в один из таких походов в город Эфес, он услышал, что император ищет этих юношей, чтобы, ну опять допросить, если они не отрекутся от Христа, предать их смерти. Пришел и рассказал остальным шестим своим братьям о Христе, что вот император нас ищет. Тогда старший Максимилиан сказал, все, братья, настало время, идем умирать. Но в это же самое время императоры доложили, где они находятся, доложили, что они полны решимости, что те, кто, видимо, подсылали каких-то там агентов, поговорить, а что вы думаете, а то, может быть, ну, уговаривали нам на это время, что вы, отречетесь, давайте отвлекитесь, потому что, подайте пример всем горожанам, что вы, это благочестивые, в кавычках, поклонники императора, а не Христа. Но они сказали, что нет, императоры сказали, нет, они не будут отрекаться, они будут умирать, и весь город это увидит, как эти дети будут побеждать страх смерти, мучения. Не страх ходить в храм, не страх поститься, молиться, побеждать Господи, да победите в этот страх, молиться, поститься, ходить в храм. Победите, там люди страх смерти побеждали, страх мучения побеждали, вы не можете победить, страх молиться, поститься, и прийти в храм, на богослужение. 99 православных, нынешних, в кавычках, опять, христиан, это христиане, в кавычках, которые не могут, страх победить, ходить в храм. Они не потому, что священник плохой, машина у них хорошая, не ходят в храм, они боятся поститься, молиться, боятся трудно, и не стирать христиан. И вот император с вами, тогда надо, мы сейчас просто замрули, там, в этой пещере, и все, и они там помрут, не надо никаких, все равно, мы же позор будем уметь, они нас посрамят, они покажут смелость, и ну что, а мы им бессилие, появим народу. Они просто замрутят, и все. И пришли туда люди, сановники, и замуровали этих юношей камнями в этой пещере. В то же самое время, там было два, было четыре сановника, которые, когда их замуровали, они написали на носички, и положили в шкатулку имена этих семей отропов, и обстоятельства их смерти, положили, и все. Прошло два века, и Господь в это время, уже гонили на Христа, закончились на христианах, правил благочистое императора, Феодосий II, хозяин этой земли, где были эти отроки, нахлоп, решил эту гору разбирать, на камне, для строительства домов, и в том числе, разобрал камни, в которых была заложена пещера, и в это время, спустя два почти века, спустя 200 лет, после того, как они были замурованы заживо, эти отроки, проснулись от сна временного, чтобы и чудо Господне. Когда они проснулись, для них это 40 и 200 лет, было как одна ночь, и они, проснувшись, сказали, младшему отроку, им в лифу, пойди купи еще один раз, после этого склепа, мы припимся, при страдании, и пойдем на мучения. И им в лифу пошел, город Эфес, когда он подошел в город, он увиделся, он увидел, что на входе в городе крест, православные храмы, кресты везде, и он подумал, что он впал не в тот город, и он слышал, что везде свободно говорят, назвать имя Христово, люди крестятся на улице. И ему это очень удивило, потому что, когда он жил в его земной жизни, имя Христа было запретным, даже говорить слух нельзя было, иначе можно было поднимать. И когда он пошел в лавку за хлебом, он подал монету с изображением императора Дикия, в высокой недавности, и продавец хлеба взял эту монету, подумал, что этот юноша нашел клад, утаил его, он был схвачен, придел к родоначальнику, он сказал, где ты взял эту монету? Я взял и братьев. Где братьев? Вот там, в горях вон. Пришли к этой горях вон, в это время у родоначальника был епископ, и они вместе с епископом пришли к горях вон, видели этих 7 братьев, которые находились в одежде двухсотлетней давности, которые уже в 10 лет никто не носит. Абсолютно нетленные одежды, абсолютно нетленные юноши, проснувшись от двухсотлетнего сна, понял епископ, что в это же самое время в нужную табличку с именами и обстоятельственной смерти епископ понял, что вот здесь такое чудо совершается. Был в этом однажды император, император Феодосимов Владший прибыл в этот город, в эту пещеру, встречался с нотрихами. В это же самое время братья и сестры была ересь во всей империи о том, что нет воскресения нее, телесно люди не воскресают, только душа. Бесплотная, она воскреснет. А православная цель хочет, чтобы телесное воскресенье, то есть мы в телах новых, преображенных телах, тот, кто сподобится Царству Небесному, он воскреснет в преображенном теле, но это будет тело. Иное, другое, то, которое такое сквозь стены перемещается, летать может, перемещается в пространстве. У Христа во воскресении есть такое тело. И у нас такие, то есть у тех, кто достигнет Царским Песном, а остальных по размещению кто-то достигнет. И вот братья и сестры, эта ересь была, что не будет воскресенье, как в это самое время, в империи, и тот воскресает всем юношам, 200 лет, проезжавшим в замороданной пещере, опровергнув эту ересь, показав, что у Бога все живы, у Бога смерти нет среди тех, кто с Богом. Среди тех, кто без Бога жив, у них всех смерть, у них вся гибель, у остальных, кто с Богом смерти нет. И вот император поговорил с этим юношам, получил такое благодатное наставление, такой привет, поклон из времен гонений, спустя 200 лет, рассказ о жизни, поблагодарил Бора, и эти юноши тут же, со свидетельством вот это вот всеобщее воскресенье телесное, они преклонили дух к Господу и тоже почили пещере. Уже это всеобщее воскресенье нет. И император захотел сделать такой большой храм, раки серебряные, в который положить этих хронников Божих, но они явились, ему во сне, и сказали, не надо никаких храмов, никаких почестей. Вот как мы там отошли, к Господу, вот так пусть наши тела лежат. И паломник русский Иногда Милов на 7 веке от Рождества Христова был в городе Фейси и видел эти мощи у Водникова Божьих, которые вот так и лежали мирно, кончил в этой пещере при охлоне. И вот возрекляю, Господи, братья и сестры, о чем наше сегодняшнее житие Водникова Божьих, о том, что надо вздорожить свое время и своей жизнью, не растрачивать его на ерунду какую-то. Понимаете? Конечно, сегодня столько людей, которые в храм не ходят, не справляются с ним плечи, не хотят, не хотят напрягаться. Открыл телефончик, пью, все, и ты уже на погамок смотришь, как-то море плечет. Открыл рот, колбасу засунул, лег, кровать, лежит, все хорошо, приятно. Жить со Христом это подвиг, это себя надо напрягать, поднимать на службу, это надо ограничивать свой рацион. Пост начался, все, я пощусь. Я хочу колбасу, конечно, хочу. Я хочу рыбу, ну, конечно, хочу рыбу. Я встал, я не доедаю, я пощусь, потому что я, ну, по слушанию Господа, вся церковь, как проститься. Я, воскресенье, хочу спать, конечно, хочу. Но я себя поднимаю и в храм несу, тащу себя, ползу в храм. Это духовно-жесть так подвиг. Я хочу выматериться, ну, хочу, конечно. Я хочу потолдать, ну, хочу. Я хочу, чтобы у кого-то что-то там сгорело, взорвалось, хочу. Но я это отсекаю себя, это Богу не угодно, это грехи. А по-человеческому я хочу. Кто-то с вами поздоровался, пусть у него глаз лохнет. Я так хочу. Но мы с этим боремся. Наша жизнь духовная, это борьба, это труд, это подвиг, это война духовная, это война духовная. Хотели люди воедут? Да не хотели. Им лучше в ад, им лучше в плен, им лучше куда угодно, но засвободовали. Да зачем воевать? Просто хлеба дали, похлебку дали, пожрали, поели, и многие гибельском плену так и будут. Зачем нам по пустыне ходить? Зачем нам этих свободных? Зачем нам, чтобы дети были свободными? Зачем, чтобы дети были венующие? Я сижу, поклёдку кушаю, телевизор, интернет меня развлекает, матерюсь, ругаюсь, ненавижу. И все, меня устраивает, зачем мне напрягаться? Что-то про Бога, про Царство Небесное, а я и так попаду. Почему я три года назад свечку поднял ставлю? Все, мы с Богом договорились, я уже святой, теперь, Царство Небесное. Вот так думают многие, не многие, почти все, 99% православных христиан, попадают они в Царство Небесное с этими отроками, с мучениками, которые не только постились, молились в храм, а еще и умирали за хреста. Попадают. Да что-то очень большое сомнение, очень большое сомнение, что вот эти люди, которые сейчас матерятся, ругаются, не церковь, и не могут себя напрячь, чтобы сходить в храм, вот они с этими святыми будут рядом жить, вместе. Вот здесь живут святые, вот здесь живет Серафим Саровский, вот он Николаевич, а вот тут вот эти, которые матерятся, бухают, в храм не ходят, и еще священник покругают, и Богу не нужно. И не то, что в храм не ходят, их палкой туда не заводишь, уговорами, умолениями, угрозами, никак как в царе, что-нибудь, допустим Серафиму Саровским рядом жить, вот эти, которые дадут для Серафима Саровского, да вообще в голове не будут. Они рядом с ним будут жить. Как это будет выглядеть? Серафим Саровский и вот эти вот люди, которые бога не видят. Это как вообще мужские христики? Да никак. Никак. Зачем же Серафим Саровский совершил подвиги, чтобы дальше с вот этими вот матершинниками, людьми, недавичьими христа рядом находиться? Нет. Это будет ад. Если их перенести от земли, их души, в царское место, то вот здесь вот ад, здесь война, здесь убийство, здесь ненависть. Вот там в Царстве Небесном это все продолжится. Это ж люди делают. Ненависть, войну, злоб, убийство. Понимаешь? Кто это? Бог? Нет. Это люди делают. Поэтому, братья и сестры, не будем все оборщать, что я там святой, что я попаду в Царствие Небесное. Да, не попаду в Царствие Небесное. Вот так мы надумали про свою жизнь. Я не попаду, но хотя бы немножко, как-то меня Бог спаси, Господи, где-нибудь с краешки до мраешки, ну хоть как-нибудь, ну хоть что-нибудь. Я буду стараться, буду лудить себя, буду тащить ноги из своих храмов, буду помогать людям, буду прощать, я буду бороться с грехом, я буду исповедиться, причащаться, и поститься. Мы все, что Бог не заповедовал, но хотя бы спасти свою душу, и с мертвы. Все остальные, держим там. Все остальные потоки из работы, из детьми, со семьей, из чем угодно, из со страной, из все. Это все надо делать, но если ты не спасаешь свою душу, все становится бессмысленным. Имеет смысл любить страну, защищать страну, имеет смысл работать хорошо, имеет смысл детей воспитывать, семью создать, но если ты спасаешь свою душу, если это ради Христа, ради Царства Небес, тогда все это в радость, тогда все это по-настоящему. Если ты это без Христа, где-то там, где-то там, где-то там я буду заниматься семьей, страной, работой, детьми, чем угодно. Все это бессмысленное, бездарное, плохо, и все это слив наше жизнь. Поэтому, верно Господи, братья и сестры, простите меня на многословие, молитвы с семьи отроков, эфеских. Еще раз скажем себе, нет смерти, нет смерти, есть сон тела, временный поток, всеобщее воскресенье, и определение окончательно на Страшном Суде, либо в район с Серафимом Саровским, Севератомским, и Севератомским, или в аду с Гитлером и прочими деятелями, которые пообили свою душу. Вот кто в храм не ходит, они будут там в аду. Это совершенно точно. По себе господизовавшиеся три молитвы, я имею ввиду, не раз три года не ходят, а каждый воскресенье надо ходить. Кто три воскресенья, в храм не ходил, без уложительных причин, был парализован, был в плену, был на войне, был на боевом дежурстве, был еще где-то, не мог в храм прийти. Но это нужно понять. Если человек просто, у него Бог в душе говорит, он ел полмасу, он лежал в кровать, он гадал. То этот человек точно гадал. Он в раю. Спасибо Господи за ваши стимы. Пусть мы будем в раю со всеми святыми, отъехав Богу, угодившими. Аминь.